Девушки отдыхают Для одних освободившаяся комната в коммунальной квартире – временная жилплощадь, а для других – последняя надежда на отдельное жилье. Поможет ли суд избавиться от коммунального клейма и решить жилищную проблему раз и навсегда? Я пошла к дирекции, говорю, поменяйте мне его, я не хочу, он пристает ко мне на ногу. А мне сказали, проще тебя уволить, чем его поменять. Интенсивные фитнес-тренировки закончились для клиента обширным инфарктом. Какую роль в трагедии сыграли сексуальные пристрастия мужчины, а какую месть тренера – решит суд. Я махала флагом, кричала «Ура!» и тут оброшивается мой балкон. Представляете, я падаю. Хорошо, вот он зацепился за балкон второго этажа, помолчите, пожалуйста. Женщина вышла на балкон поприветствовать участников акции «Бессмертный полк». Но как только она начала кричать «Ура!» и махать флагом, окружающий мир перевернулся, и перед глазами несчастной пронеслась вся ее жизнь. Истец подает иск о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире. Ответчик против иска возражает, считает действия истца незаконными. Слушаю вас. Ваша честь, я подаю иск на предоставление моей семье освободившейся квартиры, комнаты в трехкомнатной квартире коммунальной. Причина в том, что администрация города, где я работаю водителем, меня обманула в своих обещаниях о предоставлении мне дополнительной жилплощади. А именно, я очень давно состою в жилищном отделе для улучшения своих жилищных условий, так как у нас с женой два разнополых ребенка. И администрация у меня... У нас был с ней разговор, и она сказала, что в ближайшее время у нас очень плохо с жильем, и практически нет никаких перспектив получить дополнительное жилье. Но есть один вариант такой, как получение двух... две комнаты смежных в коммунальной квартире, а в третьей комнате проживает старенькая больная бабушка. Доводы администрации были очень убедительные. Очень. И заманчиво это предложение, так как мы не могли больше себе ничего позволить. Мы с женой посоветовались и решили пойти на эти условия. Но с тем, чтобы не сниматься с учета улучшения жилищных условий. Да, в этой комнате жила милая бабушка, которая была очень больна. Но мы как-то прониклись в ней, и моя жена помогала ей. Вызывала скорую помощь, ходила в аптеку, покупала продукты. Но болезнь прогрессировала, и она вскоре умерла. Я... После смерти этой соседки вы направили заявление в администрацию? Да, я направил заявление, как мы договаривались, пошел в администрацию, написал заявление. И вот тут-тут началось у нас. Администрация сказала, что жилищные условия в нашем городе вообще никакие. Вот. И они не могут предоставить эту комнату. А эту комнату они якобы уже предоставили молодому специалисту, который приехал в наш город работать. Вот именно. Но, что вот именно? Дело в том, что, поймите меня правильно, мы прожили 15 лет в таких условиях... И стояли на учете. Стояли, конечно, на учете. Все понятно. То есть, это был сплошной обман. Понимаете, дело в том, что... Ваша честь, я немножко протестую, потому что это никакой не обман. Есть договор, и я позже оглашу, что в договоре указано. Договор от него полностью. У вас будет время. Правильно? Правильно. Вот. Вы меня уверяли, что при смерти бабушки комната перейдет к нам. У меня дочь заболела астмой в этой однокомнатной квартире, которой мы 15 лет прожили. А вот той квартире, в которой мы поселились, Ваша честь. Мы даму вам предоставили две комнаты. Самочувствие моей дочери. То есть, приступов стало поменьше намного. Скажу даже больше, что моя жена на третьем месяце в беременности. Молодой человек пришел ко мне и начал... Подождите, подождите, подождите. Да. Значит, и все? Вы написали заявление о том, чтобы вам передали комнату, и на этом закончились отношения? То есть, они сказали, что мы этого делать не можем. Нет, Ваша честь. Что вы сделали еще? Я предложил им выкупить по коммерческой цене, вот, эту комнату. Надо же, сколько же они просили? Мы не просили ничего, Ваша честь. Это были фантазии истца. Какие фантазии? Мы просили. Фантазия, по коммерческой цене, которой я узнавал, сколько стоит комната, я предложил ее выкупить. 560 тысяч я предлагал. И эту цену назвали вам где-то в администрации? Эту цену я узнавал в ретерской конторе, вот, и предложил администрации эту цену. Ваша честь, администрация к цене не имеет никакого отношения, и таких предложений в нашей стране не было. Представьте мне документы, подтверждающие, что вы жили в квартире, и оценку этой комнаты. То есть она даже и слушать не хочет меня о том, чтобы предоставить мне эту комнату. Но, поймите, в чем моя семья-то в этом виновата, а? А моя в чем виновата? А при чем тут вы-то? Вы-то вообще тут ни при чем. На, жить вообще негде. Дело в том, что эта комната должна предвлежать мне и моей семье. И моей семье. Вам предоставлено согласно договору. У меня двое детей, разнополок, сейчас будет третий ребенок. Я вас услышал достаточно, ответчик. Ваша честь, истец грубо нарушает условия договора социального найма. Истцу было, ну истцу, его семье и двум несовершеннолетним, было предложено две комнаты смежных общей площадью 20 и 14 квадратных метров. Ну да, он действительно стоял в очереди на улучшение жилищных условий. Администрация вследствие нехватки жилых помещений предложила ему вариант с комнатами. Он согласился, в чем дал письменное свое согласие. Что такое вариант с комнатами? То бишь ему предложили вместо трех пока временно получить две. Две комнаты. Одну и вторую. Потом, впоследствии, мы обещали ему предложить трехкомнатную квартиру. Мы не обещали, и вы не сдержали свое слово. А мы должны ютиться. Послушайте, мы уже слышали вас. Ваша честь, я хочу добавить, что улучшение жилищных условий. Я стоял третий в очереди, и по моим данным, уже пять семей получили новые квартиры. И в их числе я мог быть, а вы меня грубо просто-напросто обманули. Я это увидел в документах, которые вы представили. Ваша честь, по решению администрации, комната была предоставлена молодому специалисту. Почему? Молодому специалисту, который устроился в администрацию. Пожалуйста, живите в углом месте совершенно. Меня это не касается совершенно. После окончания университета. Одну секунду. Юрий Викторович. Да. Я прошу вас быть менее эмоциональным, потому что иначе придется вас удалить из зала. Ваша честь, это касается моей семьи. Придется удалить из зала, если вы хотите участвовать в заседании. Стойте и молчите. Было предоставлено молодому специалисту после окончания университета. Но жилец в квартиру не попал, так как семья изца забаррикадировалась и не желала пускать туда других людей. Это я слышал. Да, чем самым она нарушала договор. Ибо ей было предоставлено, как написано в договоре, две комнаты. Согласен. Далее после... Одну минуту, ответьте на вопрос. Но в соответствии с жилищным кодексом, в случае освобождения комнаты в коммунальной квартире, наниматель имеет право письменно обратиться в администрацию. Администрация должна оперативно, в определенные сроки разрешить этот вопрос. И истец в данном случае имел право претендовать на освободившееся жилье. Вы ответили ему письменно отказом, который он мог бы обжаловать в суде для того, чтобы признать ваши действия незаконные. А не обманным путем вселять молодого специалиста, который на самом деле нуждается, но в квартиру, где уже проживают нуждающиеся. Вы что, хотите плодить нуждающихся, что ли? Нет, ваша честь, дело в том, что заявление истцом было написано уже после того, как решение городской администрации было принято... Как после того, когда он в соответствии с документами написал это заявление через 4 дня после смерти соседки? Вы что, за 4 дня сумели после смерти определиться уже? Да вы узнали только через неделю. Нет, ваша честь, мы узнали об этом сразу. И сразу же... Оперативно разобрались. Да, мы оперативно разобрались. Чтобы человек не успел. Почему? Нет, мы об этом не думали. Чтобы он не успел. Мы думали о том, чтобы... А надо думать, уважаемый ответчик. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место работать. Третье лицо. Представьтесь. Шулепов Вячеслав Андреевич. Позиция ответчика нам понятна. Вячеслав Андреевич, что хотели добавить? Я хотел бы добавить, что в первую очередь мы с моей женой, которая уже беременна, между прочим, но вас-то, видимо, не волнует вообще. А почему мне должно это волновать? Скажите, пожалуйста. Потому что нам жить негде. Жить негде. Почему? Нам негде жить. Я сговорил с судьей. Здесь администрация города. А на самом деле, почему вы, когда принимаете решение о том, чтобы работать в администрации или не работать, не принимаете решение о том, что вам негде жить? Вернее, не учитываете, что вам негде жить. Да, я учитывал. Ну так учитывайте. Ваша честь, я сговорил. Почему вы должны жить за чей-то счет другой? Нет, я этого не хотел, Ваша честь. Я до этого жил в общежитии, в ужаснейших условиях, опять-таки, полной антисанитарии. А мы 15 лет жили так. Я не хочу так 15 лет жить. Я не в 90-х родился. Так вот и мы тоже не хотим. А этому вы хотите жить за счет других. Правильно я понял? Нет, я не хотел. Я устроился на работу в администрации. Вот у меня есть трудовая книжка. Да. Все могу передать. Также у меня беременная жена. Она ко мне приехала, как только я получил на руки договор социального найма. Вот он. Собственно говоря, мы пошли с женой, радостно и весело, что наконец-то будем жить вместе. Нормальная семья. Жена беременная. Вместе как, с нами? Не с нами. А почему не с вами? Своей комнате отдельной. Здесь из двух зол мы просто выбрали меньше, чтобы людям есть где жить. У них две комнаты. И у человека была с женой, с беременной, тоже одна комната. Человек, работник ваш, заключил с вами договор только для того, чтобы решить жилищный вопрос. А вы что делаете? Вы теперь устроили коммунальную квартиру пожизненно для этих людей. Нет. Удаляется суд для принятия решения. Далее в программе. Я пошла к дирекции, говорю, поменяйте мне его. Я не хочу, он пристает ко мне на ногу. А мне сказали, проще тебя уволить, чем его поменять. Интенсивные фитнес-тренировки закончились для клиента обширным инфарктом. Какую роль в трагедии сыграли сексуальные пристрастия мужчины, а какую месть тренера, решит суд. Я махала флагом, кричала «Ура!» и тут оброшивается мой балкон. Представляете, я падаю. Хорошо вот он зацепился за балкон второго этажа. Помолчите, пожалуйста. Кто-нибудь интересовался, какой вес может выдержать балкон многоэтажки? Конечно, нет. Сегодня в суде женщина, которая просто вышла на балкон и рухнула вместе с ним вниз, и чудом осталась жива. Было четко обещано еще одна комната. Или я не прав? Ну, скажите мне, пожалуйста. Конечно, она у вас будет. По-человечески скажите, по-мужски. Прошу садиться, оглашается решение суда. Оценив представленные сторонами доказательства, и прежде всего, трудовой договор, который представил истец, в соответствии с которым вы обязаны были обеспечивать его жильем, заявление, которое было своевременно направлено для того, чтобы вы исполнили свои обязательства по договору, суд пришел к мнению, что иск необходимо удовлетворить. И незачем было администрации сюда приводить и привлекать к заседанию судебному третье лицо. Вы что, хотите разжалобить суд? Или вы хотите, чтобы суд принимал законные решения, основываясь на доказательствах и законе? Отказ администрации признан недействительным. Администрация обязана будет после вступления решения суда в законную силу зарегистрировать эту сделку, и квартира станет вашей. Понятно решение суда? Да, Ваша честь. Окончено слушание дела. Решение суда. Иск удовлетворить. Спасибо, что судья разобрался в моем деле, и теперь моя семья будет жить по-человечески. Мы услышали решение суда. Конечно же, мы опротестовывать его не будем, но, по-моему, это не дело оставлять специалистов молодых на улице. Ну, теперь у одной семьи есть все. Они, можно сказать, вольготно будут жить в большой квартире, а у другой семьи ничего. Прошу садиться. Внимание! Главная новость сезона. Николай Бурделов возвращается в зал суда. Слушаю, дело открыто. Помните, как с ним было жарко? Больно, да? А и он с этим говном, блин! Сорелый, соняк! Приставы! Остановите женщин! Стоп! Теперь Николай Бурделов делит деньги. Вы своими виновными действиями причинили имущественный вред ИСУ и обязаны его возместить. Смотрите с понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. ИСТЕЦ требует взыскания компенсации вреда здоровью. Ответчик заявляет встречный иск о компенсации морального вреда. Слушается дело взыскания с ответчика, а именно с Казаковой Натальей Леонидовны, 525 тысяч рублей и встречное требование Казаковой к Чернышеву в размере 150 тысяч рублей. Начнем с вас. Ваша честь, я как бы зрелый мужчина в хорошем возрастном цензе. Всегда поддерживал спортивную форму, поэтому занимался спортом. У меня есть свой бизнес. Немножко в последнее время запустил себя и хотел восстановить. Да нет, прекрасно выглядите. И вот у нас, вы сами знаете, город не очень большой, открыли хороший фитнес-центр. Мне мои друзья порекомендовали, во-первых, там не всем по карману этот фитнес-центр, плюс там хорошие, как говорится, фитнес-тренеры профессиональные, вот. Там, значит, есть врач персональный, есть бассейн, современный тренажер, в общем, все удобства. Когда я прошел клинический осмотр в этом центре, мне, значит, рекомендовали одну из лучших, вот эту девушку, которую Наталья зовут, что она, все клиенты только в восторге, и всегда только одни благодарности от нее получают. Похоже на то. Вот. Дело в том, что я, в общем-то, в принципе, почитал свою программу, как бы поначалу, мне все нравилось. Вот. Я даже, кажется, тоже ее рекомендовал там друзьям, такая девушка молодая, энергичная. А что ж ты претензий такой не имеешь? А потом я стал понимать, что что-то происходит не то, что у меня какие-то нагрузки постоянно больше стали. Я стал даже немножко там задыхаться в плане того, что... А я потом посмотрел, допустим, мне по программе было назначено, например, 10 приседаний, она мне почему-то 30 приседаний. Вот у меня дневник, у меня все зафиксировано, все четко. Плюс, например, я просил там, допустим, что-то обратить внимание на какую-то, например, там водную большую процедуру, а она мне говорит, давай с гирями там заниматься и все остальное. Да то, что он молодился там, пытался все помоложе выглядеть, как молодой бегал. Я вам выдвигаю конкретные требования, 525 тысяч. Из чего я стал? На красную клубу авки, да? Дело в том, что в одной из тренировок я просто получил обширный инфаркт. И хорошо, что меня вовремя успели вызвать скорую помощь и увезли в кардиологический... Инфаркт случился во время занятия? Да, вот именно когда она за мной издевалась, как фашистка, мне непосредственно там постоянно упрекала, посмеивалась и говорила, что давай-давай, у тебя лишний вес, там бачки, там и все остальное. А вы как военно-пленный, что ли, были там? Не, ну, во-первых, я как мужчина, я же не могу, допустим, себе позволить сказать, что я не могу, мне там еще что-то. Я думаю, она же профессионалка, фитнес-тренер, поэтому ее же обучали для этого дела, и не просто в такой элитный фитнес-центр ее бы взяли. Наверное, она... Вина-то в чем? Вина в том, что она меня довела до инфаркта. Я получил, значит, два месяца полностью от ключки нетранспособности, как я кони не двинул, я вообще удивляюсь, просто врачи, наверное, хорошие попались. Я только на одни таблетки, вот, кстати, вот полные ликвитанции, на 165 тысяч я дополнительно, то, что мне было назначено на лечение, еще купил лекарства, которые, чтобы быстрее восстановиться. Плюс я неплохо зарабатывал свое время, допустим, сейчас я по инвалидности получил вторую руку. Из бедной девочки последняя хочется отжать. И 65 тысяч мне только, что она была назначена. А я получал 180, и два месяца это получается 360 тысяч. И из-за этого получается 525 тысяч мои полностью расходы. Прекрасно рассчитали цену иска. Передавайте мне документы. Пожалуйста, вот все документы, справка из кардиологического центра, заключение кардиолога, непосредственно, значит, все справки о физических доходах и моя медицинская... Да если он больной такой, вы посмотрите. Пухлая медицинская книга там. Ну, эта книга просто там, в том числе и санатории были написаны, в которых я отдыхал, а там чисто... Да с такой книгой вообще тренироваться нельзя было. На профилактике пишут, что я там отдыхал. И они ставят диагноз, как всегда говорится, с улучшением был выписан. Потому что я себе мог позволить там и за границей отдыхать. Договор, я вижу, был у вас заключен не с Натальей, а с клубом, может быть, вы... Ну, естественно, она же не индивидуальный фитнес-тренинг, который я ходил к ней домой тренироваться. Она в клубе работала, поэтому был и заключен, уже с клубом. Ввели в расходы бизнесмена. Ужас. Давайте-ка мы сначала разберемся с ответчиком. Ответчик, как и вы уже знаете, заявил о встречной требовании к вам, а после этого уже подумаем, нужен ли нам свидетель. Хорошо, слушаю. Ваша честь, у меня встречный иск к этому, господи. Но это я пострадала. Меня уволили с работы. Мне больше теперь работать негде. Да меня даже в подвальный клуб вонючий не возьмут. Ведь и с тренером работать из-за него. Спасибо, скажи, что тебе не золото. Спасибо сказать тебе. Да что ты говоришь. Да мне жрать нечего теперь. Спасибо. Еще и с меня последние деньги хочешь трясти. Вас уволили по собственным желаниям. Они с волчьим, блядя, подопнут. Я тут вообще ни при чем. Это никак не связано. Вот дневник тренировок. Мы четко тренировались. Ничего такого не было. Истец утверждает, что именно вы довели до инфаркта. Да, я тренировала его во время этой тренировки, когда он получил инфаркт. И я, между прочим, скорую вызвала. И спасибо я за это не услышала. Да, я должен был поцапельнице спасибо говорить. Я не знаю, чем он занимался перед этой тренировкой. Может, он бухал три дня. Он уже на эту тренировку пришел взьюченный, уставший. Я не знаю, что с ним было. А если вы опытный работник, а вы, судя по всему, опытный работник, да? Я опытный профессионал, да. Профессионал. Вы же видите, что человек устал. Зачем же вы даете ему такие серьезные дополнительные нагрузки? Он сам был согласен. Ну, видимо, молодится человек. Ему, наверное, стрёмно было сказать, что вот я устал. А вы не видите сами? А? А вы сами что, не видите? Нет, я не видела. Но какой же вы профессионал тогда? Тогда правильно, что вас не берут ни в какие задворные клубы? Мы с ним всегда тренировались, все было нормально. И в этот раз я ему сказала, ну, может, все-таки как-то это? А он нет, мы будем тренироваться. Вы мне наоборот подхихикывали и говорили, что-то вы здесь расслабились. Давайте побольше нагрузочку возьмите на штангу побольше, там, блинов накидайте. Ну, вот вы, видимо, и взяли, там, где-то перед тренировкой. Объясните, почему? Я тут причем. Я, как мужчина, мне, допустим, перед вами стыдно было. Может быть, вы разрешите мне все-таки сказать, а? Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. На чем основаны ваши встречные требования? На том, что меня уволили из-за него, из-за этой ситуации нелепой, в которой я вообще никак не участвую, не фигурирую. Я здесь никак... Ну, что 50 тысяч-то откуда берутся? Ну, это моральный ущерб. Ну, вот мне показалось, что мне столько хватит. Ну, аппетит-то во время еды, наверное, ваш... То есть вы... Для него это еще немного. Вы нравственно страдали и настрадались на 150 тысяч рублей. Да весь город знает об этом, ваша честь, он маленький, все говорят об этом. Вы обращались в медицинское учреждение, у вас болела голова, или, я не знаю, там, глаза. Какие документы вы можете представить, подтверждающие, что вы нравственно страдали? Что вы претерпевали страдания. Это же не просто из воздуха берется, вот я страдал. Нет. Ну, потому что я зарабатывала там столько. Если разделить на то количество месяцев... Значит, это не компенсация морального вреда, а это взыскание имущественного ущерба? Ну, пусть будет так. Ну, я-то не разбираюсь в этих вопросах. Значит, нужно было пригласить адвоката. Значит, нужно было проконсультироваться с юристом. Вы говорили что-то о свидетелях, да? Да, ваша честь. Значит, это же ее даже подруга, которая лучшая была, тоже такой же фитнес-триммер. И она ей говорила, я слышал, что ты делаешь, ты его сейчас доведешь до какого-то состояния, в котором потом будет проблем. Я вас просто попрошу, чтобы... То есть вы считаете, что ответчица специально довела вас до инфо? Да, я так считаю. Может, у нее какой-то личный мотив на мужской пол. Я не знаю. Может, у тебя ко мне есть уже... Это ее личные проблемы. Я просто прошу пригласить свидетеля. Передайте мне, пожалуйста, документы, которые ответчица представляет суду в качестве доказательств. Итак, я понимаю, там трудовая книжка и журнал тренировок, да? Да. Ваша трудовая книжка? С увольнением по собственному желанию. А вы сказали, вас уволили. Ну, почти уволили. Да нет, вы сами прекратили. Меня попросили. Так, это журнал тренировок. Все добросовестно. Пригласите свидетеля. Свидетели сцало, идите. Представьтесь. Здравствуйте, ваша честь. Карпушина Ольга Тимофеевна. Истец знаком? Да. Ответчик? Да. Что вы хотите сказать по заявленным требованиям? Ваша честь, я фитнес-инструктор из того же центра. Наталью знаю прекрасно. Думаю, что уволили ее правильно. Пусть спасибо скажет, что дали возможность. Ах ты, тварь, да что спасибо сказать? Да за то, что меня добровольно попросили? Уволятся? Да сама ты, тварь. На моих глазах буквально она Дмитрия Федоровича чуть ли в могилу не завела. Да он приставал ко мне. Да он приставал, он готов прям на снарядах с одной. Остановись, пока не поздно. Дайте послушать свидетелей. Присосалась к папе, куда? Да, присосалась. Молодец. Ваша честь, я ей говорю. Ответчица, я делаю вам замечание, перестаньте, пожалуйста, мешать суду разбираться в вопросе. Ладно? Слушаю вас. Ваша честь, я неоднократно видела, что она, мягко говоря, перебарщивает. Говорила ей, остановись, что ты делаешь? Она только хихикала в ответ. Да он бы остановился, он то за попу меня, то за грудь потрогает, а потом продолжение просит. А ты рада такого продолжения? Да ты сама рада, да она тварь, она с ним п***ается. Слушайте, прекратите это безобразие, пожалуйста. Приставали к ответчице с недостойным предложением. Да он был готов со мной, прям на снарядах. А что, там вы занимались один на один, что ли, на снарядах других людей нет? Нет. В тот момент, когда он ко мне эти предложения делал, там никого больше не было. Какие предложения, девочка? Интимного характера. Вы что-то в себе возомнили такого, что это самое? А я пошла к дирекции, говорю, поменяйте мне его, я не хочу, он пристает ко мне на ногу. Я пристаю. А мне сказали, проще тебя уволить, чем его поднять. Да не ври, что он к тебе приставал. Да ты охренела перед ним, присосалась ему, проститутка. В своем розовом купальнике, сама ты проститутка. Да он мне вообще нафиг не сдался. И не ври, что он к тебе приставал, а ты как перед ним выкрутила в своем розовом купальнике. Да не было такого, блин, да у меня один раз был хотя бы, а ты постоянно с ним п**каешься, проститутка такая. А ты рада одному разу, да сама ты проститутка. Вот и уволили меня, поэтому чуть не загнала, что мне он вообще не... Удаляется суд для принятия решения. Далее в программе. Я махала флагом, кричала ура, и тут обрушивается мой балкон. Представляете, я падаю. Хорошо, вот он зацепился за балкон второго этажа, помолчите, пожалуйста. Женщина вышла на балкон поприветствовать участников акции «Бессмертный полк». Но как только она начала кричать «Ура!» и махать флагом, окружающий мир перевернулся, и перед глазами несчастной пронеслась вся ее жизнь. Оглашаю решение суда. Вы, имея договор с клубом, обращаетесь за взысканием к тренеру, которая с вами договор не заключала. Она была назначена клубом сопровождать ваши тренировки, но договора не имела с вами. Вы, в свою очередь, направили заявление в клуб об увольнении по собственному желанию. Какие же у вас основания имеются требовать денежные средства с СССР? Так попросили-то из-за него. Вы должны разобраться были между собой в процессе тренировок. Вы должны были действовать разумно. У вас же договорные отношения. Вы должны были действовать разумно, добросовестно. Это прямо указано в законе. А вы что, начали тренироваться? Скорее всего, начали показывать свои бывшие физические возможности. Вы получили инфаркт. А теперь с тренера пытаетесь взыскать те деньги, которые на самом деле потеряли. Но это незаконно. Поэтому суд приходит к выводу, что ни ваши требования по встречному иску, ни ваши требования по основному иску удовлетворению не подлежат. И еще. Единственное, чего жаль, это что вы не платите пошлину по данному иску, потому что освобождены от нее в связи с вашей инвалидностью. Слушание дела окончено. Я, конечно, хотел наказать на деньги этого фитнес-тренера, но так как закон этого не предусмотрел, мы теперь побоимся с фитнес-клубом, что таких тренеров воспитывают, и они мне деньги заплатят. Из-за ИСА меня уволили с работы. В моем профессионализме как фитнес-тренера усомнились. Ну, хоть полмиллиона не пришлось платить. Зал суда. Битва за деньги. Жили от зарплаты до зарплаты. Ни у кого никогда денег не брали. С понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Думать надо прежде всего о людях. Для этого вы и поставлены на это место. Работаем. Специально для вас бесплатная юридическая консультация. То, что вы делаете сейчас, называется правовой шантаж. Больше вы не потеряете ни копейки. Удовлетворен ваш иск. Да. Я не согласен с этим. Истец требует компенсации ущерба здоровью, возмещения материального и морального вреда, полученного в результате падения балкона. Ответчик, представитель управляющей компании, с иском не согласен. Открываю слушание дела по иску Донцовой о взыскании денежных средств к представителю управляющей компании, Молотову Михаилу Олеговичу. Правильно? Да. Это связано с вредом здоровью? Да, Ваша честь. Слушаю вас. Ваша честь, я вот живу на третьем этаже трехэтажного старого дома. По социальному найму жилья, это неприватизированная квартира. 9 мая я вышла на свой балкон смотреть бессмертный полк. И когда они проходили, показали, я махала флагом, кричала «Ура!», и тут обрушивается мой балкон. Представляете, я падаю. Хорошо, вот он зацепился за балкон второго этажа. Папа, молчите, пожалуйста. Я чуть жизнью не рассталась. Одну минуточку. Что вы сказали сейчас? Прыгать нужно было меньше по балкону. На балконе прыгать меньше надо? Да. Это вы сейчас говорите в суде? После того, когда человек получил травму, выйдя на балкон, вы представитель управляющей компании, которая несет ответственность за все? Так она изначально перегрузила балкон, потом еще прыгала по нему. Позже будете говорить. Ваша честь, вот я говорю, слава богу, балкон... Я упала на соседский балкон на втором этаже, отделалась сломанной рукой. Но тяжелый очень перелом со смещением. Мне штифт вставили. Мне операция вышла 61 тысячу. Вот я все бумаги принесла, я это заплатила. Итак, операция 61 тысяча рублей. 61 тысяча, 500 рублей. 500 рублей дали. Да, и я хочу, чтобы мне это возместили. Это здоровью. Это вред здоровью дали. Это вред здоровью. Так, дальше. У меня в квартире шел ремонт, и я временно поставила на балкон новые, вот только купленные стиральную машину и холодильник. Вот у меня здесь чеки с магазина. Они... Все это упало, сразилось. Какая стоимость? 77 тысяч. Общая стоимость. И еще я прошу, чтобы мне 100 тысяч оплатили моральный ущерб. Вы понимаете, у меня был гипертонический криз. То есть я просто чудом выжила. Это ужас, что я пережила, Ваша честь. Ну, помимо этого, у меня там свои соленья, варенья были. Я не знаю, сколько они стоят. Я это не предоставляю. Вот захламить нужно было балкон, чтобы он обрушился соленьями своими. Да, был акт, приходили, все это посчитали. Вот у нас запишено... Нет, нужно было в администрации хранить. Что это? Ваша честь, я приходила, да. Я приходила в нашу управляющую компанию, говорила, что балкон у меня... Ну, в состоянии... Вы понимаете, ржавая арматура торчит. Заявление подавали письменное? Это я устно говорила. А по поводу письменного изъявления мы всем домом писали, что дом 1913 года, он в аварийном состоянии. Он... Вот, вы понимаете, крошится весь этот кирпич. Два года назад капитальный ремонт был сделан. Капитальный ремонт, это только покрасили фасад. Больше ничего не делали. Но нам дали вот бумаги, что дом в отличном состоянии, еще сто лет простоит. Он не подлежит ни сносу, ни ремонту, ничего. Эта экспертиза показала, что он в нормальном состоянии. Да, вот нам эту описочку дали. У меня все эти документы есть, Ваша честь. Передайте, пожалуйста, мне документы. Итак, вы признаете тот факт, что истец получил вред здоровью, в том числе и прежде всего по вашей вине? Нет, Ваша честь. Почему? Я не согласен. Почему не согласен? Я представляю управляющую компанию. И мы с сыском не согласны абсолютно. Потому что у нас есть даже постановление полиции об отказе от заведения уголовного дела. Потому что все решили, все экспертизы показали. Вот у нас есть техническое заключение, экспертизы, что балкон обрушился из-за чрезмерного перегруза. Истец сама виновата. Она перегрузила с разными своими соленьями, банками, склянками. 50 литров браги у нее стояло. Все это банки, склянки, общий вес на 300 килограмм. Ваша честь, я же не постражала, я же не табача. Потом она весит около 120 килограмм. Тоже прыгала по этому балкону. Что, советуете похудеть? Не выходить на балкон, а не посоветовались. Я к тому веду, что это был серьезный перегруз балкона. И тем более она еще застеклила балкон незаконно и поставила там спутниковую антенну. Да, Ваша честь. А без соответствующего разрешения этого дела пиздя. А вы что, ранее не видели, что балкон застеклен, что там стоит антенна? Что на балконе находятся какие-то вещи? Почему не приняли какие-то меры? Они экспертизу проводили и сказали, что все в порядке. Мы не обязаны смотреть за тем, что делают люди на своем балконе. А кто обязан следить и гарантировать безопасность проживания? Документы давайте сюда. У меня есть техническое заключение о состоянии дома, о проведенном ремонте. Вот когда техническое состояние никто не сказал, что у меня на балконе слишком много. И документ, представьте мне, у вас там не было. Не надо спорить между собой. Извините. И документ, представьте мне, пожалуйста, что существует какое-то заключение эксперта или какой-то либо другой документ о предельных нагрузках на балкон и об извещении граждан, проживающих в квартирах, которые имеют балконы. Документ, представьте. Вот у меня есть строительные нормы и правила, которые о пункт нагрузки и воздействия. И здесь указано, что нагрузка на балконе должна быть не больше, чем 400 кг на квадратный метр по краю балкона и по всему балкону в соответствии не больше 200 кг на квадратный метр. Еще и берется коэффициент, 1,2 умножается, чтобы в большую сторону, чтобы люди могли еще там что-то больше поставить. Вот все эти документы есть. И сколько же килограмм тогда на этом балконе? 864 кг максимально нагрузка на балконе. Что у вас там находилось на балконе? Там находилось очень много. Не нужно. Ваша честь, вот на 9 мая я туда поставила действительно стиральную машинку. 100 кг примерно. Потом там у меня. Что там, стиральная машина плюс? Холодильник. Холодильник. Еще 100. 200. Ну, баныки с солидами, вареньями у меня. 100 кг. 300. Банок там было у нее килограмм на 300. Там еще брага была 50 литров. 400. 400. Ну, полочки были сделаны. Полочки, 500. Они насчитали, что там до 900 кг. Плюс ее 120 кг. И незаконное остекление балкона, а стекла и остекление, и утепление балкона. Весен гораздо больше. Я позицию вашу понял. Покажите мне подпись о том, что оповещена была истица об этих нормах. Ничего не говорили. Давайте документ сюда. Давайте документ. Пожалуйста, вот нормы и правила. Но мы не обязаны оповещать жильцов. А кто обязан? Что у них максимальный вес. Вы что? Они обязаны приходить к нам за разрешением об установке спутниковых антенн. Ваша честь, они вообще ничего не обязаны делать. Остекление и утепление балкона. А мы не обязаны им ничего давать. Вы знаете, у меня такое впечатление, что наши чиновники вообще ничего не обязаны. У вас свидетели или у вас? У меня свидетели. Свидетели ИСАП. Пригласите, пожалуйста. Да, чтобы вы пригласили мою соседку. Здравствуйте. Представьтесь. Денисова Валентина Григорьевна. И что вы нам хотите сказать, Валентина Григорьевна? Ваша честь, я хочу сказать, что я тоже пострадала от падения вот ее балкона. Это же на коровы пострадала. Моя квартира находится как раз под ее. Я на втором этаже живу. И у меня хоть там и ничего не было особо-то на этом балконе. Ну, от покойного мужа кое-какие вещи. С этим не пойдешь в суд, конечно же. Ну, раму выбила вот тоже плохо. А самое-то главное, сколько страху ты натерпелась. 9 мая, я, значит, тоже этот вот бессмертный полк идет. Музыка, все там кричат ура. И вдруг этот грохот, шум, разбитое стекло. Она кричит. Ой, это же страшно. Это же страшно. Экспертиза показала, что балкон был технически... Мы? Я тоже подписывала. Ответчики не отрицают, что балкон упал, и суд удаляется для принятия решения. Оглашается решение суда. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, материальный моральный вред возмещается виновным лицом. Судом установлено, что несмотря на проведенный капитальный ремонт, балкон квартиры, в котором истец является квартиросъемщиком, находился в неудовлетворительном состоянии. И в соответствии с моими подсчетами и документами, которые в суду были представлены, общий вес на балконе значительно был меньше, чем тот вес, который вы установили своими документами. У нас экспертиза показала, что вес был больше. Не надо меня перебивать. Это не соответствует действительности. И не вводите в суд в заблуждение, пожалуйста. Обрушение балкона не произошло в результате неправильной эксплуатации балкона. А в результате ненадлежащего контроля за этим балконом. Поэтому, руководствуясь представленными доказательствами и своим внутренним убеждением, я взыскиваю с ответчика в пользу истца 61 500 рублей вред здоровью, 77 тысяч рублей за имущество, которое было утеряно истцом на балконе, находилось временно, и 100 тысяч рублей компенсация морального вреда. Потому что стоит человек уже месяц и мучается, мыться в эту жару не может. Она сама виновата. Таким образом, с вас взыскивается в пользу истца всего 138 500 рублей и 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Слушание, дело окончено. Мы будем обжаловать это решение. Ничего не получится. Да, жалуйте сколько угодно. Жалуйте сколько хотите, а мы тоже будем писать теперь. Я знаю, что я права. Ничего ты не получишь. И будем все подписывать. Все подписывать будем. Решение суда. Иск удовлетворить. Я рада, что мне выплатят материальную и моральную компенсацию, но балкона-то у меня нет. Я думаю, что я и дальше буду требовать от наших чиновников, чтобы не восстановили балкон. Мы обжалуем это решение в высшестоящем суде. Проведем, конечно, дополнительные экспертизы дома. Ну, я думаю, что закон будет на нашей стороне в результате. Прошу всех встать. Что делает друзей врагами? Деньги. Эти деньги заработала я. Я пахала пять лет на севере для того, чтобы иметь свою квартиру. Что разрушает семьи? Деньги. И тогда жена мне сказала, я тебе, идиота, 170 тысяч не дам. Решай сам. А я сроду ничего сам не решал. Что развязывает войны? Деньги. Ну-ка, разъявите их немедленно. Зал суда. Битва за деньги. Да откуда я такие деньги возьму? Вон, смотрите, у меня одна мелочь, только в кармане. Мне жить не она штат. Смотрите с понедельника по пятницу в 13.10 на нашем телеканале. Продолжение следует...